Хэй, это перезалитый и дополненный ролик. Оригинал мало кто посмотрел, поэтому всё честно. Время извиниться! Простите, я ищу женщину в розовом пиджаке. Я не знаю. Не знаете ничего, спасибо. Простите, я ищу девочку с розовыми и чёрными волосами. Не видели её? Ну спасибо. Простите, не видели человека в оранжевой куртке с телефоном? В оранжевой куртке с телефоном. Мяу. Извините, вы не видели здесь парня в коричневой кепке и в оранжевой футболке с синим рюкзаком? Нет. Не доводилось. Ай-яй-яй. Извините, сэр, я ищу мужчинку на велосипеде. Чё? Не видели? Нет, не встречал. Ладно, спасибо. Прёт, в смысле? Меня прёт, я Томми Чонк. И хорошего вам всем дня. Джош Хэмилтон сказал, что чувствовал запах даже на поле. Вы тоже из этого клуба Матьхуаны? Я был с фанатами, вот там, мы сидели с фанатами, вот там, вот, курили матьхану и смотрели игру бесплатно. Похоже, что с ней всё в порядке, потому что только её ноги находились в воде. Да, её ноги были слегка в воде, значит, она их опускала, поднимала. Это было жёстко. Я не уверен, что... О чём мы говорили вообще? А, как... Её спасли в конечном итоге? Да, её... Я ехал спать, я вам клянусь. Откуда вы? Откуда? Калифорния, Голливуд, Ереван. Почему вы убегали от полиции? Хотел как лучше, получилось как всегда. Принимали наркотики? Нет, сэр. Ни наркотиков, ни алкоголя. Что такое наркотики? Мне кажется, у меня и у моей жены передоз. Передоз чего? Хуаны. Я не знаю, может, там было что-то ещё. Можете прислать помощь? У вас лихорадка или что? Нет, я думаю, мы, типа, умираем. А сколько вы употребили? Я точно не знаю, мы сделали пирожное, и я думаю, мы умерли. Время двигается очень-очень-очень медленно. Похоже, что передачу буду вести, я... Перестань. Да, это мой кишечник. Доктор сказал, у меня взрывная диарея. Омерзительно. Не знаю, что делать. Она думает, что я веган. Я втихаря жру мясо три года. Господи, что же мне делать? Я с тобой расстаюсь. Пожалуйста, не плачь. Я уезжаю с твоей тётей. Прости. За моей спиной горит 9,5 тонн гер... Оркма, га... И других наркотиков. Да ладно, давай продолжим. За моей спиной... Так, слушай, тихо-тихо. Так, собрались... Ща, моментик. Слушай, мы же лучшие друзья. Я должен тебе кое-что сказать. Не клади телефон. Я переспал с твоей тётей. Прости, что... Алло! Не знаю, что делать. Я наехал на кошку своего соседа. Закопал её в саду. Да знаю я. Итак, Рэнди, я должен тебя спросить. Как глубоко ты зашла в своих исследованиях? Знаешь, Андерсон, очень глубоко. Мы проделали очень серьёзные исследования. Мои мозги буквально начали кипеть, когда я туда попала. И да, я не могла здраво мыслить, я не помнила половины вопросов, которые должна была задать. Такого со мной никогда не происходило, когда я работаю на выезде. И мне было очень смешно. Намного смешнее, чем в обычной жизни. Я просто не могла смотреть людям в глаза. Сколько ты там ещё пробудишь, Рэнди? Ты переезжаешь или... Мне кажется, мне пора домой. Мне определённо пора домой. Да возвращайся к нам сюда, в наши края. Возвращайте, Рэнди. Да вы просто не... да вы не понимаете. На твоём месте я бы постирал одежду перед тем, как идти в аэропорт. Много дыма, знаешь ли. Да. Не знаю, как признаться лучшему другу. Я поцеловал его мать. Дважды. Моя жена не знает. Но моя соседка... Беременна. Я не знаю, что делать. Чё там не сыкотно? Я надел нижнее бельё своей девушке. Я всё ещё в нём. Мне по кайфу. Обожаю. То есть вы вообще ничего об этом не слышали? До сегодняшнего дня? Не, ну люди говорят в школе, конечно. А что они говорят? Ну то же, что и вы. Правда? А. Вы боитесь из-за этого ходить в школу? Не. Не боитесь? А. Почему? Ну потому что они же не меня хотели убить. Чё бояться-то? Скажите, что именно вы слышали в школе? Точные слова, которые все говорят. В каком смысле? О чём говорят в школе? Не то, что я вам сказал, а что вы слышали в школе? Я слышал, что Брэндон хотел убить каких-то ребят. Это всё, что я слышал. И что вы сделали? Блин, чувак. Ну это жёстко. Привет, друг. Твоя сестра беременна, поздравляю. Отличные новости. Слушай. Послушай меня, пожалуйста. Это от меня. Извини меня. Пож... Нет. Друг, мне нужна твоя помощь. Помнишь ту смешную няню. Готовила начос. Она заплатила мне 50 фунтов за поцелуй. Дважды. У неё золотые зубы. Ну хватит уже. Я устал от того, что мне все запрещают круть травку. Вы пьёте по 10 раз на дню. Почему вас остановила полиция? Я не знаю. Я музыку на самой пазе переключал. Мне не сказали, зачем меня остановили. Почему тогда вы остановились, если вы ни в чём не виновны? Дружище, я просто хотел попасть в Сан-Антонио. Понятно? И ехал себе спокойненько. А потом они начали в меня стрелять. Я такой думаю, блин, они в меня стреляют. У меня же даже пушки нет. Вы принимали наркотики? А? Вы сейчас под травкой? Да, а чё не видно? Я всегда под кайфом. Что вы скажете по поводу того, что за вами гнались полицейские на вертолёте? Выложу это в снапчат. Или... Или в инстаграм. Привет. У меня проблемы. Я переспал со своим боссом. Я переспал со своим боссом. За зарплату. О, Господи. Пожалуйста, не тронь их. Я раздобуду деньги. Принесу тебе их вечером. Просто не трогай их. Дэн, мне кажется, из-за снега люди начинают петь. Просто мы слышали, как ты поёшь. Дэн, мы слышали, как ты пел. Ну что ж. Слушайте, знаете... Погодите. Да вам надо расслабиться. Привет, Шарлин. Так, погоди. Привет, Рауль. Как у тебя дела? Ты понимаешь, что это всё большой... Вы видите, всё это белое дерьмо. Я не верю в глобальное потепление. Посмотрите на всё это. Кто меня позвал? Мне показалось, меня позвали. Итак, зацените. Мы на севере. Денвера, Колорадо. И огромный циклон движется в том направлении. Вам там всё равно в студии. Вы сидите за компьютерами. У вас там Сан-Диего. Ладно. Я передаю привет своим друзьям из Калифорнии. Здорово, ребята. Увидимся через пару месяцев. Поедем ко мне? Нет, поедем к вам. Да, детки. Лунная походка. У нас тут, в общем, снег под ногами. И кажется... Кажется, у меня штаны спадают. Так, короче. Короче. Посмотрите на снег. Посмотрите, он везде. Он на полу. Он на земле. Он на... На деревьях. Посмотрите. Здравствуй, травка. Это Криси. Что с тобой? Ты что, пьян? Вы что там... Что у вас там происходит? Вы там отмечаете или как? Нет, это... Мы остановились здесь, возле одной забегаловки. И к нам подошла девушка. Принесла нам кофе и спросила. Хотите им Эмдемс? 350 баксов за пакет. Я сказал, ну, окей, я люблю Эмдемс. И, короче, я купил. Господи, боже. Все, конец. Похоже, ты, бедняга, там совсем отмерз. Простите меня. Что-то это и не смешно. Что это было? Вот это я называю кайфовыми новостями. Девушка хочет выйти за меня замуж. А я уже женат. Она не знает. Здравствуй, дружок. Здрасте, как вы? Хорошо, все в порядке? Как вас зовут? Исиль. И что вы здесь делаете? Да ничего, просто жду друга. Как его зовут? Его зовут Радж. Он живет здесь в отеле? Нет, у него здесь встреча вот там вот с кем-то. И я зашел сюда, чтобы забрать свой бумажник. Я его здесь забыл в его машине. У вас документы есть? Да. Выходите. Руки за спину. Где Радж? Он сказал, что скоро вернется. Что было в пакете у вас на коленях? Где? Пакет, что упал у вас с коленей. Я без понятия. Я просто сидел здесь, потом уснул, и потом... И проснулись с пакетом на коленях? Да. Может, вы как раз из-за этого и заснули? Не, 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 не. У вас бешеный пульс. Я просто немножко нервничаю, да? Нервы, да? Документы в вашем... Документы в бумажнике вашего друга? Это не мое. Вот здесь, водительские. Доставать? Можете достать. Это не ваше? Я без понятия же. А это что? Не имею ни малейшего представления. Святая корова. Стеклянная трубка. Почти уверен, что это мед. Права просрочены. Да еще и не из нашего штата. Вы принимали наркотики раньше? Только травка? Ну, я начинал немножко курить этого... Ну, как его? Мета? Но я ни к чему не прикасался. Вы меня отпустите или... Ну, вы отправитесь в суд с тем, что мы здесь обнаружили. У вас очень подозрительная история. Есть что-нибудь запрещенное в ваших носках, ботинках или еще где-нибудь? Я знаю, что вы под кайфом. Я курил травку. Вы обдолбанный сильней. Не, не. Это потому что... Когда я проснулся, я увидел фонарики и всякое такое. Я просто заочковал. На медне я пил монстр дринг. Может быть, это подействовало. Опустите голову. Вот так. У вас белый язык. Я просто ел кебаб. Я уже им говорил, что я просто покушал. Телефоном пользовались? Да, я звонил своему другу Раджу. Кто такая Сьюзан? Сьюзан это... Я... ХЗ. У меня здесь снежок и дурь. Давай развлечемся. Снег и дурь? Давай развлечемся? Извините, я без понятия. Это не я. Кто это писал? Она говорит, детка, нет, сотня за час. Звучит как расценка путаны. Это не мое, я честно тебе говорю. Быть может, вы мне всё вернёте, пожалуйста? Точно нет. Ладушки. Я чист, братишка. Мне тебе вообще не о чем врать. Нет.